Миллионы лет наши предки жили в Африке и лишь за последние 50 тыс. лет колонизировали более холодные среды обитания. Смена среды обитания не могла не отразиться на наборах генов. Отмечено несколько новых генетических адаптаций в популяциях, которые освоились в более северных широтах. Они включают в себя аллели гена корнитин-пальметол-трансфераза-1 или цепети-1a, метахондриальный фермент, участвующий в окислении жирных кислот в северных сибирских популяциях, а также некоторые аллели генов, участвующих в метаболизме жирных кислот у гренландцев. Но эти приобретения связаны с адаптацией к специализированным диетическим изменениям. Не каждый даже в наши дни выдержит смену рациона, перейдя на моржей тюлени и пищу, связанную с жирными кислотами. Но в данном исследовании ученые рассматривали адаптацию к температуре и климату. Температура на Земле значительно варьируется даже южнее полярного круга. К примеру, в Нигерии среднегодовая температура более 25 градусов Цельсия, а в Финляндии около 5 градусов по Цельсию. Здесь стоит упомянуть, что в период, когда происходили миграции, климат отличался от климата в наши дни. Но в любом случае температурные различия иллюстрируют изменения сред обитания, которые испытывали ранние группы людей, покоряя новые территории. Поэтому, помимо адаптации к косвенным факторам, таким как стратегия жизни, питания, патогенам и их нагрузкам, люди могут иметь прямую адаптацию к температуре, что и подтверждено исследованием. Термочувствительность имеет решающее значение для поддержания температуры тела и обрабатывается при участии рецепторов холода и тепла, которые расположены на коже. На молекулярном уровне температурное ощущение связано с активацией ионных каналов с транзиторным рецепторным потенциалом, каналы TRP. Среди этих каналов центральную роль в ощущении холода и дальнейшей физиологической терморегуляции играет канал TRPM8 или так называемый холодный и ментоловый рецептор 1. Этот ионный канал преобразовывает температуру в электрохимический сигнал организму, а также он реагирует на ментол и ицелин, вызывая чувство холода. Эта реакция схожа с реакцией организма на капсаицин, активный компонент перца чили, вызывающий ощущение сжения. Причём и в первом и во втором случаях реального изменения температуры не происходит. Действие TRPM8 отражается на болевых и чувствительных к температуре нейроноганглиев дрозального корешка, а также на более низком уровне в других тканях, таких как простата и печень. Доказательством его физиологической роли в терморегуляции является то, что его удаление уменьшает реакцию на холод, включая поведенческие реакции на холод и травмы, вызванные гиперчувствительностью к холоду, а также повышение и уменьшение болевой чувствительности. Недавно также было доказано, что несколько замещений в молекуле белка TRPM8 отвечают за пониженную чувствительность к холоду двух различных видов впадающих в спячку грызунов по сравнению с не впадающими в спячку. Это еще раз указывает на то, что TRPM8 является наиболее очевидным кандидатом для исследования адаптации к холоду и у людей, а также однонуклеидный полиморфизм RS10166942 в TRPM8 или проще говоря вариация гена с отличием последовательности ДНК размером в один нуклеотид, связан с болевой чувствительностью и ассоциирован с мигренью. Хотя в настоящее время точные молекулярные механизмы этой связи изучаются. Интересно и то, что мигрень приводит к усилению болевого восприятия холодной температуры, а прием холодной воды может в некоторых случаях вызвать мигрень. Мигрень является изнурительным неврологическим расстройством, которое затрагивает миллионы людей во всём мире. RS10166942 является наиболее сильно связанным с риском мигрени вариантом гена с однонуклеотидным полиморфизмом. В то время, как несколько генетических признаков увеличивают индивидуальный риск мигрени, особенно среди женщин среднего возраста, страдающих высоким уровнем стресса и имеющих низкий социально-экономический статус, генетика всё же играет более важную роль. Потому как наследуемость мигрени составляет от 34 до 57%, что согласуется с данными Всемирной организации здравоохранения, по которым мигрень проявляет низкую распространённость в Африке, наибольшую в Европе и среднюю распространённость в азиатских странах на промежуточных широтах. В этом исследовании учёные также приводят убедительные доказательства местной адаптации эволюционной истории белка TRPM8, которая тесно связана с широтой проживания и температурой. Так, лишь 5% это аллергена распространено в Нигерии, по сравнению с 88% в Финляндии. Так же, учёные делают вывод, что аллергена возникла эволюционировала нейтрально в Африке, в то время как положительный отбор повышал её частоту в евразийских популяциях от 3 до 8 тыс. лет назад. Адаптация людей к холоду параллельно способствовала распространению и мигрени. Ну а для тех, кто до сих пор не верит в науку и предпочитает объяснять жизненные процессы чьей-то там волей, рекомендуются ментоловые и капсаициновые клизмы. А тем, кто верит, не забывайте оставлять комментарии и подписываться на канал.